Свою акцию протестующие сворачивать не намерены, даже начали разворачивать палатки. Данил Снисарь в эти минуты находится на улице Грушевского, у него узнаем последние новости. Даня, здравствуй, расскажи, как обстановка и что происходит в центре столицы в эти минуты. Трое пострадавших, вот итог вроде бы мирно начавшейся акции. Кто прав, кто виноват, кто первым затеял драку, сейчас выясняют правоохранители. Однако на эту минуту известно, что после стычек никого не задержали. Об этом заявил пресс-секретарь нацполиции Ярослав Тракова. Если в первой половине дня ситуацию полностью контролировали правоохранители, то сейчас все с точностью наоборот. Теперь уже активисты и митингующие отгородились от полицейских и нацгвардейцев счетами, которые те потеряли в ходе столкновений. За нашими спинами мы-то не знаем, что там отбывается за нашими. Щиты были ничьи, мы их взяли. Активисты караулят выходы из Верховной Рады. Так встречают нардепов отнюдь недружественными приветствиями. Например, буквально полтора часа назад несколько ударов получил нардеп от БПП Олег Барна. Ему удалось выйти благодаря полицейским, которые организовали «Живой коридор». Сейчас площадь Конституции и улица Грушевского больше напоминают кемпинг. Тут установлены уже несколько десятков палаток. Активисты также организовали полевую кухню. Под Радой сейчас продолжает находиться немалое количество активистов и митингующих. Около двух тысяч. Мы продолжаем следить за ситуацией. Студия. Данил, спасибо. Данил Снисарь был на связи со студией и сообщил последние новости об акции протеста у Верховной Рады. Продолжение следует...